Так, давайте, да, нет, давайте Дмитрию Табачникову микрофону, один вопрос, и потом пойдем по реплике к Дмитрию Табачникову, потому что иначе не успеем. Так вот, люди все, ну вот в селе, да, объединяйтесь, хватит, нам надоело, это шоу на телевидении, в радио и везде. То есть реально там, да, все, то есть всю страну ставите вы, депутаты, на уши, потому что вам хочется снять спикера. А все уже вот так стоят на ушах, потому что нет денег. Да, вот, вот как это объяснить людям? Савик, уважаемые телезрители, я думаю, что в час ночи в аудитории ток-шоу вряд ли найти ответ на борьбу с экономическим кризисом. И депутаты, депутаты, это видимая причина. Трагедия ведь любой обсуждения вот сегодняшнего в том, что мы обсуждаем это с депутатами, а решения-то реальные принимают президенты, министры. И вот то, что затягиваются разговоры о кризисе, ведь правда, в Верховном Совете нет ни одного законопроекта, ни об общественных работах, ни о снижении налогов, ни о том, чтобы предприятия малые регистрировались уведомительным порядком. Это на сегодняшний день факт, потому что никаких законодательных актов у нас нет для рассмотрения. А вы приходите и смотрите, что зарегистрировали. Мне кажется, что рецепт очень простой, Наталья, но то и то и дело, что вот в студии это происходит, почему это не происходит? У нас простой есть очень рецепт, несколько тезисов. Я думаю, что на полгода, на год вообще должны быть отложены любые политики.